Лестница на Казанской не продержалась и полугода. Песок смыло, плитка покосилась. Кировчане недовольны таким результатом ремонта. В администрации уже отреагировали. Об этой и других жалобах из соцсетей расскажет Елена Шарыгина в рубрике «Дежурный по городу». Еще несколько лет назад серые металлические заборы появлялись на улицах Кирова с удивительной скоростью. Ограждали все – перекрестки, пешеходные переходы. Власти в ответ на возмущение жителей парировали. Того требует ГОСТ и все для безопасности. С годами конструкции проржавели, покосились, местами их вообще не стало. Там сейчас стоят заборы, которые выглядят ужасно. Они ржавые, они кривые. Непонятно вообще, зачем они есть. Я считаю, что эти заборы из центральной части города надо убрать, потому что они не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения. Один из ярких примеров, где еще сохранились остатки требований ГОСТа в перекресток улиц Карла Маркса и Преображенской. В администрации города ответили – их не будут приводить в порядок. В ближайшее время их уберут и больше не вернут. На этот же срок, то есть на ближайшее время, власти города перенесли решение еще одной проблемы с улиц. Лестницу на Казанской разобрали еще осенью прошлого года. Тогда кировчане возмущались, мол, как без этих ступеней зимой. Поэтому в администрации приняли решение сделать временные ступеньки. И сейчас с наступлением весны их будут переделывать. Расходы на переделку возьмет на себя подрядчик, ведь случай подходит под гарантию. Лестницы напротив сквера борцам революции хоть и поплыли, что называется, вместе со снегом, но хотя бы чистые и без луж. Чего нельзя сказать об улице Крупской. Там нет ни дороги, ни тротуаров, ни понимания, когда они появятся. Участок от дома номер 12 до конца улицы – лужи, грязь и ямы. Местные жители в своих обращениях дошли до суда. Там постановили обязать администрацию построить полноценную дорогу. Да только это было в 2019 году. И до сих пор ничего не изменилось. И сейчас опять вопрос повисся, работы не ведутся. Пока непонятно, чего ожидать местным жителям. Конечно, хотелось бы увидеть к 650-летию города Кирова хорошую улицу, хорошие тротуары, чтобы можно было с комфортом передвигаться. Это был бы отличный подарок для местных жителей. Но пока непонятно, чего ожидать. Глава администрации Вячеслав Семаков рассказал, работа ведется. Более того, уже есть понимание по срокам. Проект строительства дороги на согласовании. Есть даже шанс успеть построить дорогу уже в этом году. Мы сейчас ждем согласования. Если все у нас в ближайшее время состоится, в ближайшие месяцы, в месяц-полтора объявим, чтобы нам в летний период уже край зацепить немножко осенью, чтобы эти работы провести со срочкой платежа 25 лет. Но еще раз упомяну, что при согласовании. Как рассказали местные жители, по проекту разбитая улица Крупской должна стать современной дорогой с двумя полосами и широкими тротуарами по обе стороны. Осталось только дождаться, когда ожидания воплотятся в реальность. Елена Шарыгина, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.